В Гомеле сегодня начался суд по громкому делу над мужчиной, который в троллейбусе ранил ножом троих милиционеров. Напомню, инцидент произошел в мае прошлого года. Беглый преступник при попытке задержания серьезно ранил троих милиционеров и сбежал. Преступника обнаружили в районе Центрального парка. Там он и попытался уйти вплавь через СОЖ. На противоположном берегу его настигли бойцы ОМОН. Им пришлось открыть огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. А теперь к ситуации на дорогах. За прошедшие сутки в регионе ГАИ зарегистрировало более трех десятков ДТП. Пострадали два человека, оба на пешеходных переходах. Первый случай произошел накануне в Жлобине. Там под колеса Сиат Толеда попал 55-летний мужчина. Предварительно водитель выехал на зеленый сигнал светофора. В результате пешеход с травмами попал в больницу. Похожее ДТП произошло и на улице Кирова областного центра. Водитель управляет автомобилем ВАЗ. По предварительной информации выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Две тонны дизельного топлива мимо бака. Именно столько недосчитались в Мозыре сотрудники автобусного парка. За помощью сотрудники предприятия отправились в милицию. Под подозрение попал 31-летний водитель автобуса. После проведенных проверок мужчину вывели на чистую воду. Он сознался в том, что действительно часть дизеля шла налево. Выяснилось, что мужчина, работая водителем в Мозыре и Мозырском районе, не только заправлял автобус на различных заправочных станциях дизелем, но и продавал его. За ноябрь 2018 года 31-летний мазырянин реализовал более 2000 литров дизельного топлива на общую сумму свыше 3000 рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. И еще одна криминальная информация из Мозыря. Вандалы осквернили Стеллу на улице Малинина. Этот памятный знак посвящен созданию микрорайона и 33-й ракетной дивизии. Отметим, что памятный знак неизвестные разрисовали дважды. Первый раз это произошло в дни рождественских праздников. Ветераны ракетной дивизии тогда очистили Стеллу своими силами. Однако спустя полторы недели надписи появились снова. Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. По данному факту отделом уголовного розыска Мозырского РОВД проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, которое нанесло надписи на культурный объект. В действиях данного лица в настоящее время усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.9 умышленного уничтожения либо повреждения имущества и статьей 17.1 мелкое хулиганство кодекса об административных правонарушениях. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.